Чем я занимаюсь? Да просто делаю людей счастливыми. Очень чёрный, очень сгущий, очень страстный и прекрасный. Как люблю я вас, как боюсь я вас, начал видеть вас. Пока ещё нет гостей. Сниму. Красиво. Ещё раз для другого канала вас сниму, вот такие же красавицы. Как красиво. Такие вот вечера у Петра. Народ собирается. Красивый, элегантный, лёгкий. Здесь потрясающий совершенно вид на дворцовый мост. Здесь не видно. Сейчас я отойду сюда. И здесь не видно. Почему Боттичелли сжёг свои картины? В 1490 году во Флоренции появился безумный проповедник Джералама Савонарола. Он ополчился на искусство, считая, что любое проявление света, жизнелюбия, красоты – это грех. Вместе со своими соратниками Савонарола организовал массовые сожжения светских книг и произведений искусства. Под влияние фанатика попал и Сандро Боттичелли. Он сам бросил свои картины в огонь и вообще зарёкся заниматься живописью. Не накопив деньги в хорошие времена, художник обнищал, потому что он умел только писать. Мир живописи, он очень тесно переплетён с историей. И смотреть по-другому на мир искусства… Дебютировав коллекцией Барб 1984-1985 года, конусообразное бюстье стало визитной карточкой Жанна Полиготье. Такой конусообразный бюст был вдохновлён пулиобразными бюстгальтерами 50-х годов, которые носили многие знаменитости середины 20-го века. Например, Мерлин Монро и Джейн Мэнсвелл. Платье с конусовидной грудью состоит из нескольких деталей и дополненной шнуровкой на спине. В 90-е годы этот образ обессмертвила Мадонна, надев знаменитое уже конусообразное бюсте от Жанна Полиготья для съёмок своего клипа на песню «Воук». И далее, на протяжении практически всей своей карьеры, Мадонна будет нередко обращаться к этой яркой форме зрительности. Удивительная игра взгляда запечатлена на картине «Неравный брак». Старухи смотрят на престарелого жениха, друзья и жених смотрят на невесту, а невеста в пол. А взгляд художника вообще направлен в никуда. Молодой симпатичный шафер с напряжённым лицом – это и есть автор этого полотна. Есть такая версия, что Владимир Пукелев изобразил на этой картине свою личную трагедию. Это его невеста вышла замуж за знатного старика. Его работа настолько сильно потрясла общество, что некоторые престарелые господа даже отказались от своих намерений жениться на юных девицах. Продолжение следует...